Великое Отечество В этом году в Бурятии ожидается два крупных выборных мероприятия. Выборы президента России 18 марта и выборы в Народный Хурал в сентябре. Что ждет республику после выборов? Уверен, что действующий президент поддержит победу. Поддержка среди граждан России достаточно высока. Стабильность развития нашей страны видна по сравнению с теми безобразиями, которые творились в 90-е годы. Если мы посмотрим объективные факты за прошедшее историческое прошлое, то мы увидим, что лучше всех населения России жило последние 10-15 лет. Никогда лучше, чем последние 10-15 лет граждане России не жили, начиная со времен Российской Берии. То есть граждане России, к сожалению, на протяжении всей своей истории жили довольно-таки скромно, бедно и всегда имели какие-то проблемы с питанием, с одеждой, с продуктами. Всегда у нас были тяжелые времена. И вот последние 10-15 лет, а это именно период правления Владимира Владимировича Путина, Россия живет очень хорошо, можно прямо сказать. Налицо все признаки революционной ситуации. То есть я говорю о выборах, как о последнем, возможно, нашем шансе избежать гражданской войны. Вы утверждаете, что есть революционная ситуация. Но где вы ее наблюдаете? Люди ездят в Таиланду, катаются на иномарках, везде открываются рестораны, ночные клубы. Причем это для простых людей все открывается, не для каких-то богатеев. Кто-то же оставляет много денег во всех этих развлекательных заведениях, кто-то же на множестве вот этих достаточно дорогих автомобилей иностранного производства ездит. Алексей все 90-е годы, весь этот крах, бардак, уничтожение великой страны СССР почему-то приплюсовывает Владимиру Владимировичу Путину. Это не его вина. Советский Союз был уничтожен предателем Горбачевым. Можно посмотреть на это восстановление где-нибудь, а? Что хорошего стало? Да разумеется, съездите в Иранский район, в мою родную деревню. То есть там была захудалая школа, в которой урушились потолки, полы. Сейчас там замечательная двухэтажная школа. Вы не знаете этого. Вы живете вообще в параллельной России. Алексей Валерьевич, а в какой России открыта Бичурская солнечная электростанция? В параллельной тоже? Нет, конечно. Это веяние времени. Еще раз говорю, мы живем в самой богатой стране. Японцы без всякого, понимаете, ни недр, ничего нет в Японии. Там кроме ветра и моря нет ничего. Живут же как-то люди, понимаете? И без Путина, слава богу. Меня вообще удивляет, насколько у нас короткая память нашего населения. Мы за какие-то прошедшие 10-15 лет забыли вообще, что с нами происходило в 90-е годы. Я 90-е годы прекрасно помню. Я прекрасно помню, как у нас были перебои с хлебом, не говоря уже про другие продукты питания. Как за хлебом мы выстраивались в очередь, в магазин «Колос» я тогда на Барсове вышел. В магазин «Колос» я просто работал, вынужден был, значит, заходить, чтобы купить булку или две булки хлеба. Стоял час или два за хлебом. Водку выдавали по талонам. По талонам. В магазин заходишь, ничего не было. Все развалилось. Начинался челночный бизнес. Себе элементарно, значит, штаны, брюки, одежду невозможно было купить. Вот какую Россию принял Владимир Владимирович, где там 8 или 7 кандидатов, да, по-моему, зарегистрировали на сегодняшний день. Они, в принципе, все новые лица, но смотрят из них более-менее толковые, это Грудинин. Но насколько он сможет взять управление такой страной, насколько ему, значит, позволяет опыт работы, насколько ему позволяет, значит, образование, интеллектуальные возможности, чтобы руководить сразу таким государством, как Россия. Мне кажется, что это очень сложно ему сделать. Сносились КПРФ, да? Это парламентская партия, которая стабильно набирает свои 30%. Я хотел бы заметить, что Грудинин сам не является членом КПРФ. Совершенно верно, совершенно верно. Он ушел из Единой России. Ну, то есть он уже в Единой России получил определенное дело. Он был доверенным лицом Путина, и он учился выводить деньги за рубеж. Он ушел в офшоры, вывел деньги, соответственно, именно только в этом году, перед выборами, вернул их в Россию. Только после того, когда Владимир Владимирович Путин издал свой указ знаменитый о запрете иметь чиновников денег, он именно аккурат перед выборами. То есть, когда он еще не шел на выборы, деньги так бы и остались. Шорох, да. А сейчас он их взял, вызывал. А вы думаете, коммунистическая партия это та последовательница той КПРФ, которая, вернее, коммунистическая партия Советского Союза? Да нет, это уже те приспособленцы, которые смогли объединиться уже после вымечтожения Советского Союза. И господин Зюганов подарил результаты выборов Ельцам. Согласию, хотя бы подобию консенсуса прийти не удается, поскольку обе стороны слишком ряно уверены в своей правоте. Меня не убедили до сих пор, уважаемые оппоненты, меня не убедили. Ну, как же стороны, свое видение, потому что Алексей Валерьевич, насколько я понял, сравнивает нынешнюю ситуацию с тем, что было при СССР. А его оппоненты хорошо помнят 90-е. Вопрос я бы хотел поставить так. Нужно ли стремиться к тому, чтобы на сентябрьских выборах кардинально обновить состав народного хурала, чтобы туда или пришли какие-то совершенно новые люди с какими-то своими идеями, взглядами, или чтобы туда не прошли какие-то старые члены хурала, которые своей работой, своим поведением как депутаты очень плохо себя показали. Кто-то даже дискредитировал в звании депутата. Мое личное видение – разогнать этих тунеядцев и дермоедов вообще в принципе. Приводить в соответствие с каким-то федеральным законодательством местное нужно отдел юристов. Все. То есть, зачем он в принципе народный хурал? Законодательные органы власти, они, ну, хотя бы в теории, но могут как-то контролировать деятельность его органов власти. Покажите мне результат, пожалуйста, Василий. Вот покажите результат. Народный хурал у нас ассоциируется просто со скандалами. Вот любого, вот ткни пальцем, то есть мало кого, вот просто не хочется к стенке поставить. Я так понимаю, вы имеете в виду некоторых одиозных членов Бурятского КПРФ? 1-0, Василий Павлович поймал. Уралу тоже есть определенный ряд претензий. Все-таки я бы предложил сейчас вывешивать именно фамилии тех, кто голосовал не так давно, в прошлом году, против сокращения доплаты ВИП-пенсионеров. Именно по имену, чтобы народ знал своих героев. В кавычках. Соответственно, чтобы больше данных кандидатов к выборам даже не допускали. Ну а должны проходить новые политические силы, новые партии. Необходимо опубликовать список тех депутатов Народного хурала, которые голосовали против отмены ВИП-пенсии. Так как, значит, это действительно выплаты, во-первых, они чрезмерные, просто чрезмерные в нашей днище. То, что необходимо пересмотреть количественный состав Народного хурала. Сегодня количественный состав Народного хурала составляет 66 депутатов. Предлагают его уменьшить до 25. То есть у нас в Бурятии 21 район, то есть от каждого района, чтобы был один депутат. И от города Улан-Удэ, от трех районов было по одному депутату. Необходимо сократить кардинальное число депутатов Народного хурала до 25. Если мы посмотрим другие, более крупные регионы, то мы увидим, что в более крупных, более благополучных экономических регионах России количество депутатов законодательных органов власти, оно где-то в два раза меньше, где-то на 25% меньше. То есть у нас один из самых многочисленных. Надо оставлять одномандатные округа, и каждого депутата народ должен избирать, не по партии в списке. Не приведет ли это к тому, что в Народном хурале уменьшится численность депутатов оппозиционных движений, он практически стопроцентно будет представлен депутатами партии власти. Между прочим, сами же депутаты-единороссы мне говорили, что это не есть хорошо, потому что должна быть какая-то оппозиция, чтобы кто-то спорил с принимаемыми решениями. Честность депутата от количества членов депутата никак не зависит. Если депутатов будет 100 человек, то это не окажется более честнее честные депутаты там, где большее количество членов законодательного органа. Поэтому это никак не взаимосвязанная вещь. Если член Единой России действительно полезен для своего округа, и он действительно смог убедить своих избирателей о том, что он принесет как член Единой России, как представитель партии власти, принесет более пользы своему округу, то тогда народ за него проголосует. Будет более честный подход, когда конкретно депутат, конкретная личность представляет свою программу на своем округе. Он не по партийному спит. К Уралу у всех трех участников дискуссии достаточно большие претензии. Работу его оценивают не очень хорошо. Кто-то предлагает полностью его упразднить как орган власти, кто-то кардинально сократить. Завершилось первое заседание дискуссионного клуба Суглана Василия Таравуева. Было очень интересно выслужить разные точки зрения, ознакомиться с мнением таких вот обозревателей, общественных публических деятелей, экспертов, можно сказать. Ну, дай бог, это будет не последнее заседание нашего клуба. Будем и неоднократно собираться снова, чтобы обсудить много других интересных тем в разном составе. Всем спасибо за помощь в организации этого мероприятия. Отдельно хочу поблагодарить ресторан Орда и его руководство. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова